Тем временем, Госавтодорнадзор подвел итоги работы за первое полугодие. Представители территориальных управлений ведомства прибыли в Якутск. Какие частые нарушения совершают водители и транспортные предприятия, и о том, какие приняты меры по содержанию крупных трасс, расскажет Галина Погодаева. Решение провести ежегодное совещание территориальных управлений Госавтодорнадзора именно в Якутии не случайно. Существующий ряд проблем, связанных с большой территорией региона и широкой сетью дорожного сообщения, стали причинами организации мероприятия именно здесь. По данным ведомства, за первое полугодие в России выявлено более 60 тысяч нарушений при транспортном контроле. Сумма наложенных штрафов превысила 1 миллион рублей. В этой связи особое внимание, как отметили участники совещания, необходимо уделять подготовке водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов. Эта проблематика, которая, естественно, влияет на вопрос, связанный с безопасностью, это подготовка водителей. Автотранспортные предприятия должны, конечно, в плановом порядке обеспечивать повышение квалификации водителей. И, естественно, законодательство меняется, и поэтому люди, которые работают на транспортных предприятиях, соответствуют этим требованиям. Широкий общественный резонанс еще на стадии разработки вызвал вопрос о введении системы Платон. Напомню, плата с транспортных средств свыше 12 тонн взимается с ноября прошлого года. За каждый километр пути в казну государства необходимо заплатить полтора рубля. По словам заместителя руководителя Ространснадзора, такая мера, безусловно, поможет улучшить состояние дорог в стране. Явно не хватает. Вы знаете, что в этом году принято решение о значительном снижении субсидий на следующий год, чуть ли не в два раза. Поэтому вот такой источник дохода, который бы позволил подавляющее большинство этих денежных средств, я знаю, что сейчас 100% средств будет направлено в регион и уже направляется в регион. И думаю, что эта мера правильная и своевременная. Помимо Якутии, свои отчеты на совещании представили Сибирское, Северо-Западное, Южное и другие управления Госавтодорнадзора. Также в рамках трехдневного мероприятия запланировано посещение транспортных предприятий города Якутска.